Новосибирск Спасатели завтра готовятся открыть купальный сезон. Синоптики обещают летнюю жару, а значит будут желающие освежиться. Чтобы проверить, все ли готово, сегодня провели смотр силы техники, дежурить матросы-спасатели будут не только в разрешенных местах отдыха. Посты выставят и там, где купаться строго запрещено. Репортаж Анны Гурьяновой. Оранжевые майки и синие шорты – форма матросов-спасателей. Обеспечивать безопасность отдыхающих в этом году будут почти 130 человек. Профессиональные спасатели и сезонные работники. В основном это студенты, которые решили подработать на каникулах. Все они прошли обучение. В бассейнах сдали нормативы по плаванию и научились спасать манекены. Как работать с людьми – они тоже знают. Не рассчитывают свои силы, не рассчитывают расстояния. Поэтому по большей части, конечно, внимание идет на детей и на людей в состоянии алкогольного опьянения. Официально к открытию готовятся четыре пляжа. Звезда, Сан-Сити, Наутилус и у моря Пскова. На 33 водоемах купаться запрещено. Озера и котлованы опасны. Там неровное дно и много ям. На большей части из них все равно будут дежурить спасатели. Сразу два поста организуют на самом опасном – юго-западном котловане. Запретить купание людей мы не можем. Даже выставленные знаки не помогают. Поэтому принято решение выставлять посты на таких объектах для предотвращения гибели людей. Кроме стационарных постов, дежурство организуют и на воде. Патрулировать места для купания будут несколько десятков лодок и котиров. В особо жаркие дни их число могут увеличить вдвое. Это вынужденная необходимость. В связи с тем, что мест купания и отдыха населения у воды достаточно много. Не все они оборудованы соответствующим образом, как пляжи. Официально купальный сезон для спасателей начнется уже завтра. День обещает быть жарким. А низкая температура воды сибиряков никогда не останавливала от желания освежиться. Анна Гурьянова, Олег Королевец, Новосибирские новости. Завтра вечером на набережной обе торжественно запустят плавучий фонтан. Это сделают на две недели раньше обычного, чтобы порадовать горожан во время музейной ночи музыкальным светом и водопредставлением. Все ли готово к церемонии открытия? Узнала Вероника Иванова. Вот так одну из трех частей плавучего фонтана баржа буксирует на место. Прежде чем установить конструкцию, обследуют дно. Фонтан не должен сесть на мель. Чтобы полностью собрать плавучий каскад, уходят часы. К этому сезону фонтан не только отремонтировали, но и модернизировали. В первую очередь, чтобы фильтры не засорялись. Ведь в час комплекс перекачивает из реки 3600 кубометров воды. Необходимо, чтобы эти фильтры не нарушались крупными фрагментами, например, большими соснами, которые, бывает, плывут. И поэтому сделана мощная, очень надежная защита. Вот сейчас мы можем быть спокойными, что ни один крупногабаритный предмет не нарушит эксплуатацию и работы этих фонтанов. Также сотрудники гурфонтана в этом сезоне наладили откачку воды, если она случайно попадет в стабилизирующие поплавки. Как раз благодаря им фонтаны всегда держатся на поверхности и сохраняют горизонтальное положение. Место для установки фонтанов на воде выбрали не случайно. Именно на этом участке оптимальная глубина для всех необходимых коммуникаций. Рельеф дна особый. Ведь именно здесь когда-то была Октябрьская пристань. Форсунки фонтана – только вершина айсберга. Под водой на глубине до двух метров скрыты трубы и насосы. Вода же поднимается на высоту более 30 метров. Давление, а следовательно, высоту струй контролирует оператор. Здесь включаются сушительные, дренажные насосы и управление большими насосами на струе. То есть все управление происходит через компьютер. Три плавучих конструкций – последние фонтаны, которые запустят в Новосибирске в этом сезоне. Наш город с начала мая уже украшают 15 водных каскадов. Вероника Иванова, Олег Макаров. Новосибирские новости. Главный городской парк может появиться в Зайльцовском районе. Несколько гектаров планируют оборудовать для отдыха граждан, построить специальное здание для квеста и организовать кинотеатр под открытым небом. И это лишь малая часть идей, что предложили студенты-строители. Из 40 конкурсных проектов финал отобрали только 9. Где раскинется главный городской парк, выяснила Елена Богатырева. Благоустроить планируют берега реки 2-я Ельцовка. С одной стороны, участок граничит с частным сектором и строящимся микрорайоном малоэтажек. А с другой стороны – с дендропарком. Территорию частично уже освободили от металлических гаражей и несанкционированных свалок. Строительная компания, заинтересованная в благоустройстве, вместе с волонтерами вывозит мусор тоннами. А воплощение в жизнь самых интересных проектов инвестор готов профинансировать уже в этом году. Но 2-я Ельцовка недавно стала местом обитания бобров. Они строят здесь плотины, а значит вмешательство в природу должно быть минимальным. Основой нашего проекта является павильон в форме ракушки. Функционал у нее немного необычный. Это павильон, созданный специально для проведения реалити-квестов. То есть он подойдет практически для любого возраста. Превратить парк в удобное место отдыха студенты предлагают с помощью танцующих фонтанов и детских площадок, обустроенных парковок и зон для экстремальных видов спорта. Студенты подумали о том, откуда парк будет получать электроэнергию. Мы хотим поставить малую гидроэлектростанцию, которая способна вырабатывать гидроэлектроэнергию, экологически чистую и дешевую, которая будет составлять порядка 50 копеек за киловатт. И она будет вырабатывать порядка 80 киловатт в час. Портит вид прибрежной территории второй Ельцовки старая электроподстанция. Современные технологии позволяют уменьшить ее размеры в десятки раз и уместить в бетонной коробке буквально 20 на 20 квадратных метров. Но чтобы и это сооружение радовало глаз горожан, студенты предлагают организовать здесь кинотеатр под открытым небом и на бетонных плитах транслировать фильмы. Также студенты предлагают возвести мосты к дендропарку и за Ельцовскому бору, что позволит объединить эти места отдыха. Очень много парков и территорий, которые разрозненно находятся в этой зоне. То есть это кто-то принадлежит там областной подчинению, где-то городской, где-то вообще частной. Для того, чтобы все эти зоны объединить, как раз вот этот наш парк и нужен. Конкурсная комиссия пока оценивает разработки только на уровне идей. Впрочем, работа студентов не напрасна. Автор лучшего проекта получит премию 25 тысяч рублей. Елена Богатырева, Евгений Макаров, Новосибирские новости. В МЧС начали рассылать на мобильные телефоны предупреждение о высоком классе пожароопасности. В выходные в городе и области обещают жаркую и сухую погоду, а это грозит всплеском возгораний. В частном секторе обстановка тревожная в любую погоду. Дома горят не только из-за сжигания сухой травы. Спасатели напоминают, горожане могут отремонтировать печь и проводку за счет городского бюджета. Для этого нужно обратиться в районный отдел соцзащиты. На такую помощь могут рассчитывать малообеспеченные категории граждан. Иначе нарушителям грозит как минимум штраф, а как максимум люди могут лишиться жилья из-за пожара. Семейство ворон атаковало детский сад на улице Дусиковальчук в Зельцовском районе. Пернатые хозяйничают рядом с песочницей, не подпуская никого в радиусе нескольких метров. Птицы защищают своих птенцов и ведут себя очень агрессивно. Напуганным воспитателям приходится отменять прогулки, а дворнику надевать на голову ведро. С разъяренными воронами рискнула встретиться наш корреспондент Анастасия Ваганова. Теперь на этой игровой площадке слышны не детские голоса, а отчаянные крики серых ворон. Птицы вывели здесь потомство, подросшие птенцы уже выбрались из гнезда и освоились на территории детского сада. Их родители и вовсе ведут себя здесь как хозяева. Любое приближение к птенцу, который совсем беззащитный, маленький, он даже не летает и сам практически не двигается. Вороны воспринимают как опадение. Но родители не только охраняют птенца, но и следят за нами, как за врагами. При любом нашем перемещении они кружат над головами и скидывают постоянно ветки. Несмотря на то, что ворон считают птицами невысокого полета, они отличаются все же высоким по птичьим меркам интеллектом. Очень интересная особенность врановых запоминать лица людей. Например, если какой-то человек побеспокоит ворон, они его запомнят в лицо. И более того, они сумеют своим родственникам и сородичам показать, что именно этот человек представляет опасность. Но это было проверено в ряде экспериментов орнитологами. И по твердому убеждению ворон, эта территория принадлежит им. Последние пару дней детей не выводят на прогулку. Ведра одеваем, эти одеваем. Специально, что кто-то боится, потому что и воспитатели, и дети вот здесь гуляют, вообще боятся страшно. Семейство ворон живет здесь уже три года, но до нынешней весны они вели себя скромно. Сейчас родители оставляют птенцов прямо в песочнице и в игровой зоне, не впуская никого на территорию. Мы пытались выносить детей, значит, это очень было тяжело, потому что, видите как, но пытались их за территорию. Пытались в прошлом году, у нас дворник один выносил, знаете, прямо вот к этим домам. То есть довольно-таки далеко, но через день они буквально были все здесь. К тем, кто пытается притронуться к птенцам, вороны буквально пикируют на голову. Орнитологи рекомендуют подождать. Когда птенцы подрастут, взрослые вороны перестанут так оберегать их и нападать на окружающих. Но на следующий год, скорее всего, они снова совьют здесь гнездо. Слишком уж удобна территория детского сада для воспитания пернатого потомства. Анастасия Ваганова, Олег Макаров, Новосибирские новости. Школьников, желающих заработать на летних каникулах, приглашают службу занятости. Для подростков подготовили 2500 вакансий. Все официально, без юридических нарушений. Искать же работу самостоятельно в интернете специалисты не советуют. Чем это грозит и куда предлагают трудоустроиться несовершеннолетним, выяснил Александр Вяткин. Чаще всего школьники работают промоутерами. Чтобы раздавать листовки, не надо специальных знаний. Да и деньги на руки подросток может получить сразу после выполнения задания. Больших денег, правда, таким образом не заработать. Час работы наниматели оценивают в среднем в 100 рублей. Юлия раздает листовки не первый год. От работы девушка не в восторге. И уверена, за такой труд платить должны значительно больше. Неудобно, некомфортно, так же, когда люди проходят, там шугаются. Ну, конечно, там в душе, так это как-то, ну, что когда они берут. И когда берут, понимаешь, что там легче работают. Что берут, там приятно даже, может, кто-то улыбается, кто-то подходит, еще там просит. Юлия трудоустроена официально, но это скорее редкость. Немало подростков подработку ищут в интернете. И когда находят, трудовой договор с работодателем не заключают. Многие просто не знают своих прав и обязанностей нанимателя. Отсюда проблемы. Самостоятельно, даже, как показывает практика, без ведома родителей устраиваются на так называемые подработки. Работают на моечных станциях, моют автомобили самостоятельно бывает такая. Разносят газеты. Данная ситуация, она опасна тем, что данные виды работы являются опасными. А кодекс четко говорит, что нельзя лиц несовершеннолетних привлекать к работам, где имеются опасные условия труда. Опасны это и тем, что за свою работу школьник может не получить ни копейки. Специалисты советуют родителям вместе с детьми идти в службу занятости. Там и вакансии предложат, и подскажут, как юридически правильно устроиться в каникулы на работу. Кстати, трудиться могут только те, кто старше 14 лет. Причем в неделю работы дети должны не больше 24 часов. Для тех, кому исполнилось 16 лет, количество трудовых часов вырастает до 35. Традиционно мы будем ребятишек трудоустраивать на предприятии всех форм собственности города Новосибирска. Ребята будут работать на спортивных, пришкольных, детских площадках и в трудовых отрядах, созданных на базе районных молодежных центров. Всего в этом году будет трудоустроено, ну планируем трудоустроить 2,5 тысячи детей. Но специалисты уверены, этого будет недостаточно. Желающих поработать летом школьников окажется значительно больше. А большинство работодателей связываться с несовершеннолетними не хотят. Александр Ляткин, Роман Семенов, Новосибирские новости. Днем науки завершается научная неделя в нашем городе. Официальная часть праздника вместе с награждением прошла в камерном зале филармонии. Лауреатами стали более 30 ученых. Всю уходящую неделю приобщиться к знаниям и попробовать на зуб гранит науки мог любой, от школьника до взрослого. На разных площадках, вузах, научных институтах, в библиотеках проходили лекции, мастер-классы и открытые уроки. А для того, чтобы информация лучше усваивалась, устраивали научные шоу с опытами. Вот такие мероприятия, они способствуют даже не только продвижению науки, а они приводят в систему, так скажем, ту работу, которая проводится в поддержку науки. Я не могу сказать, что все делает государство для того, чтобы наука развивалась. Безусловно, не все. Мало того, мало делает. Но, тем не менее, подвижки некоторые есть. Находки археологов покажут в новой экспозиции Краеведческого музея. На выставке «Сибирские древности» более 400 артефактов. Одним из первых их увидел Станислав Якушевич. В новой экспозиции музейщики решили объединить находки нескольких экспедиций. На стендах, каждый из которых стилизован под купеческий ларь, результат работы сотрудников Краеведческого музея, Центра по сохранению историко-культурного наследия и Института археологии Соран. География раскопок – Кудряшовский бор, Приобье, Кулундинская степь. Это и украшения из курганных могильников эпохи бронзы, иранские монеты, орудия эпохи палеолита. А также находки, обнаруженные в редком для Сибири ритуальном комплексе эпохи раннего железа. Большое количество наконечников стрел. То есть это подношение, опять же, духом, скорее всего, в виде стрел. Ну, а нам достались наконечники – бронзовые, железные, костяные. Люди, слава представляющие себе специфику работы археологов, археологов считают, что ищут ученые, ну, как Индиана Джонс, только какие-то древние сокровища и артефакты. Как правило, это не так, но и в наше время попадаются настоящие клады. Так, например, группа археологов под руководством Александра Бородовского обнаружила в посаде у Мревинского острога вот этот схрон серебряных монет Петровской эпохи. Клад из более чем сотни серебряных копеек конца 17-го, начала 18-го веков – явление редкое для новосибирской археологии. Гораздо чаще ученым приходится в авральном режиме раскапывать памятники, которым грозит разрушение. В силу естественных причин или в результате деятельности человека. Детали конской упряжи и ружейные кремни, кости животных эпохи ледникового периода и нательные кресты 19-го века. В Краеведческом музее готовы рассказать посетителям про самые интересные находки, обнаруженные археологами за последние 10 лет. Станислав Якушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Чтобы оставаться в курсе последних событий, включайте радио «Городская волна», «Чистота 101.4 FM», подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал «Новосибирские новости» в Ютьюбе. Много интересного и полезного на сайте «Новосибирские новости». Ищите там полный список улиц, где с понедельника отключат горячую воду. И на этом все. До встречи.